МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, меня частенько спрашивают, я с удовольствием вам сегодня расскажу, что в мире существует несколько, скажем так, тенденционных подходов к автомобильному делу. Ну, российский, понятно, да, берем всякие хламы образца 80-х, ну, такую, там, 60-х годов прошлого века, ну, по двигателям, пытаемся довести, душим всех растаможкой и пытаемся, опять же, навязать. Хорошо, японский подход. Уберем отличный двигатель, делаем большое количество кузовов. Вопросов нет. Американский подход. Это все машины, какие хотите, называются. Дальше берем немецкий подход, лучше наоборот. 3-4 базовые модели и различная компоновка двигателя. И есть такой корейский подход. Он чем-то похож на японский, вот только выполнен немножко все по-другому. И машины, корейские машины, ну, в Сангьянге, например, да, это максимально индивидуализированные автомобили, но выполненные, в общем-то, на одной базе. За базу взяли, ну, такой, достаточно скромный автомобиль под названием Морседес. Вот. Тот, кто не верит, я чуть позже расскажу. И, соответственно, поставить все это дело на раму. И, базируясь на военно-промышленном комплексе, сделали 4 замечательные автомобильки. Это Сангьянг Эктион, по возрастающей. Сангьянг Кайрон, Сангьянг Рэкстон и Сангьянг Родиус. И я все время защищал, а теперь не буду защищать корейцев, потому что, ну, как можно защищать, они очень быстро реагируют. И вот специально для России, и для тех, кто не понял, выпустена новая версия Сангьянг Кайрон. Чем она отличается? Ну, внутри. Да, внутри все тоже. Выполненная сейчас в более скромных тонах. И цена, соответственно, более скромная. Это ниже миллиона, это 895 тысяч рублей. Наконец-таки, для тех, кто любит, ну, Туареги и все очень похожие машины, здесь выполнена в европейском стиле филейная часть автомобиля. И мордочка до этого, ну, не страдавшая отсутствием замечательного небольшого коэффициента аэродинамического сопротивления, она стала и еще меньше сопротивляться, поэтому бампер поменялся. Задние фары. Вот теперь уже никто не скажет, что дизайн корейских автомобилей, это, ну, не совсем что-то непонятное. Это индивидуальная машина. Так, ну, и теперь дальше, заканчивая уже наш сегодняшний разговорчик. Под капотом автомобиля. Почему стоят двигатели, ну, скажем так, не сильно объемные, но тяговитые и, соответственно, которые должны стоять на двигателе. Сейчас объясню. А точнее, отвечу таким же еврейским вопросом на вопрос. А вы где в Корее видели богатые месторождения нефти? Поэтому, господа, 2 литра, 2,3 и 2,7. Вариация дизельных и бензиновых. И при этом, при этом дефорсированные движки, а дизельные они такие мускулистые, пацанят они. И вот этот 2,3 тоже говорят, что медленный. Ну, немедленный совершенно. И теперь примут, что при приобретении корейских автомобилей, где-где, в автограде, разумеется, официально в дилерах, что на Маджане 9. Эти машины, я вам так назову, это автомобиль автомобиль на каждый день. Если вы, конечно, любите Мерседесы, и у вас они есть, то вы можете себе приобрести автомобиль, который вы жалеть не будете. Он очень прочный. Рамная конструкция. Бить можно, но нежелательно. Купить в лизинг или в кодит тоже можно, при этом еще и сэкономив на иммобилайзере и на сигнализации, в штатном варианте. Управление магнитовой на руле. И все те же самые примочки. И опять же, машина на каждый день по такой цене, по которой настоящий Мерседес не купить, а все-таки тоже Мерседес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»